Национальный интерес И руководитель общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко Здравствуйте, Ирина Здравствуйте Сама идея, само стремление, ну и некий процесс по движению к безвизовому режиму с Европейским Союзом Ну, идея зародилась давно, процесс идет На сегодняшний день в какой точке этого процесса мы находимся? Мы сейчас находимся на так называемой второй фазе имплементации всего того, что парламент, Верховная Рада Приняло законодательство На протяжении практически трех лет этот процесс происходил И теперь нам необходимо все то, что было принято Эти законы Показать, как они работают практически И затем дождаться, опять же таки, оценки от соответствующих европейских институций В частности, от Европейской комиссии И получить зеленый свет к безвизовому режиму Ну, вот когда вы говорите о том, что законы приняты Нам нужно показать, как работает этот процесс Он работает в Украине сейчас? В принципе, по некоторым направлениям можно говорить, что процесс запущен И движение, в общем-то, идет Я не могу сказать, что все, скажем, идеально и без вопросов Но, с другой стороны, это действительно сложный процесс Поскольку идет речь о практически реформировании таких важных государственных направлений Как, например, реформа идентификационных документов Которая никогда практически в Украине до этого момента не была Идет речь о модернизации такой важной сферы, как управление границами Особенно в это сложное время Можно себе представить, с какими сложностями мы сейчас сталкиваемся Ну, и, конечно же, идет речь о такой извечной теме, как борьба, например, с коррупцией Особенно в сфере идентификационных документов Точнее, их выдачи И также извечный вопрос Это фундаментальные права человека Особенно в сфере противодействия дискриминации Поэтому однозначно есть прогресс, безусловно Но в то же время существуют определенные критерии Они очень четкие Это требования, стандарты, соответствующие международные, европейские Которым мы должны, так сказать, следовать им Должна быть зафиксирована определенная точка А вот в которой, скажем так, эксперты скажут Окей, вы дошли до определенного минимума И далее вы можете развиваться уже, как сами этого захотите Но те позиции, те требования, которые выставляет Европейский союз к Украине Мы понимаем, что это наша внутренняя забота И наши действия, наша ответственность Сделать так, чтобы эти пункты были выполнены Чтобы механизмы работали Кто будет нас экзаминировать? Знаете, в первую очередь Хороший вопрос Экзамен Экзамен Экзаменировать будет общество И независимые эксперты, в общем-то, украинские Они это делают С самого начала Вообще выполнения Плана действий по визовой либерализации То есть с 2010 года Но, конечно же, главная оценка Будет зависеть все-таки от экспертов Европейской комиссии Сейчас эти эксперты, кстати, из миссии ЕС Находятся в Украине уже вторую неделю И они оценивают прогресс в сфере безопасности документов В том числе биометрических паспортов И в сфере управления миграцией Я думаю, что это, скажем так, неудивительно Что именно эти два блока попали первыми под анализ и оценку Потому что Европейский Союз достаточно, я бы сказала Опасается миграционных рисков Особенно в ситуации с практически военными действиями на востоке Украины Они боятся того, что большое количество людей захочет воспользоваться шенгенскими визами И остаться в качестве нелегальных мигрантов в ЕС Поэтому на сегодняшний день они пытаются определить вот эти риски И далее, я думаю, что через, может быть, месяц приедет другой состав экспертов Который будет уже оценивать изменения в сфере борьбы с организованной преступностью А также настолько эффективно работают органы правосудия В том числе, например, Европол и наша милиция, скажем И также будет поднят вопрос, очень чувствительный для украинского общества Это противодействие дискриминации и обеспечение равных прав для всех чувствительных групп В том числе сексуальных меньшинств Ну а какой вопрос из этих в Украине сейчас, скажем так, решается с наибольшим противодействием С наибольшими проблемами? Знаете, я думаю, что на сегодняшний день мы можем говорить, в принципе, о какой-то единой позиции Во-первых, правительстве она уже есть И я чувствую, я вижу эту готовность решать эти вопросы С другой стороны, безусловно, что есть очень много, скажем так, старых проблемных вопросов Которые действительно мешают, скажем, достичь более, скажем так, лучших результатов И идет речь в первую очередь о появлении биометрических паспортов Без которых, даже если, условно говоря, мы получим безвизовый режим То, собственно, гражданин не сможет воспользоваться им без наличия такого биометрического паспорта В чем проблема, собственно говоря? На данный момент мы имеем закон, который регулирует выдачу биометрических паспортов В этом, с одной стороны, проблемы нет, но с другой стороны В этом законе еще прежним режимом было заложено коррупционный такой момент Элемент Это единый демографический реестр, который требует, во-первых, более чем трех лет Для того, чтобы его создать и реализовать А также он требует такого огромного количества денег из бюджета Но не это даже главное, а главное то, что независимые эксперты неоднократно указывали на то Что нет необходимости в этом демографическом реестре Поэтому на сегодняшний день нужно это законодательство каким-то образом, скажем, отрегулировать И другой момент Это ресурсы То есть хватит ли, например, у миграционной службы, которая ответственна за выдачу этих биометрических паспортов И полиграф-комбинат Украина, который их выдает, ресурсы для того, чтобы обеспечить максимальное количество этих документов Потому что, настолько мне известно, например, этот полиграф-комбинат готов и может, скажем, выдавать в год всего лишь 200 тысяч паспортов Ну а мы с вами понимаем, что желающих воспользоваться Запрос на эти паспорта будет выше Но опять-таки, это процесс замена старой системы на новую Ведь не может произойти в один день Понятно, что будет происходить этот процесс в течение какого-то времени Понятно, что не один год Если вспомнить о проблеме единого демографического реестра То, о чем говорят эксперты, опасаются создания этого реестра Говорят о том, что будет некая схема для утечки конфиденциальных данных, которые защищены в Украине законодательно В чем, собственно говоря, проблема состоит? Потому что мы знаем, что существует некий реестр новорожденных В которых каждого нового гражданина Украины записывают, выдают свидетельство о рождении Выдачу этого документа фиксируют в реестре Существует реестр прав собственности автотранспортными средствами У ГАИ есть свой какой-то определенный список В чем проблема создать некий список владельцев биометрических паспортов новых Потому что мы знаем, что реестр паспортов нынешних загран Он существует, существует реестр тех людей, которые имеют паспорт гражданина Украины Это очень резонный вопрос На самом деле, я думаю, что здесь нужно разделить четко две системы Первая система — это верификация То, о чем вы говорите Действительно необходимая Это система, реестр, в котором будет перечень владельцев биометрических паспортов А то, о чем я говорила выше О едином демографическом реестре Кстати, вот здесь главный акцент на слово «едином» Он предполагает сведение всех существующих реестров Всех существующих баз В которых есть или указана информация Например, она с вами Она сводится в единый источник И вся эта информация будет под контролем единой Ну, даже если это государственные органы или служба В общем-то, под контролем одной структуры И все равно вопрос, зачем это нужно Потому что, например, если мы понимаем, что в этом реестре будет информация Абсолютно вся сведена о гражданине Украины То мы понимаем, что если гражданин обратится Если мы, конечно, дойдем до такого уровня развития Если он обратится в свою поликлинику То, где врач по электронной медкарте сможет получить медицинскую определенную информацию Зачем ему знать, какая у этого человека машина Или какие у него открыты категории на управление транспортным средством В общем-то, вы сейчас ответили действительно на вопрос О тех, скажем так, проблемных моментах, которые могут возникнуть Во-первых, действительно всегда нужно пытаться ответить на главный вопрос Зачем? То есть обоснования как такового в необходимости этой единой огромнейшей структуры Практически нет И никто не ставит под сомнение или вопрос необходимости существования отдельных реестров Это абсолютно жизненеобходимая вещь Поэтому на сегодняшний день об этом едином демографическом реестре как бы забыли И, в общем-то, я уже вижу, что даже не вспоминают о том, что его необходимо выполнять Но в законе это прописано Если мы хотим быть настоящим правовым государством То, соответственно, мы должны выполнять законодательство Требования закона, либо законы изменить к реалиям сегодняшнего дня Поэтому на сегодняшний день есть необходимость сделать определенные изменения в этом направлении Те паспорта, которые ожидают нас в свете безвизового режима с Европейским Союзом Что это? Биометрический паспорт Звучит, ну, с одной стороны, не так высокотехнологично, как бы могло Ни суперпаспорт, ни нанопаспорт Просто биометрический паспорт Чем он отличается от обыкновенного? Насколько он, по сути, дороже? И насколько полезна та информация, которая будет записана в электронном виде в этом документе? Знаете, на самом деле, если говорить о внешнем виде Он практически ничем не будет отличаться, на первый взгляд, от того заграничного паспорта С которым мы сейчас ездим в другие страны Единственная разница Это небольшой вмонтированный в поликарбонатную страницу То есть главную страницу Маленький такой интерфейс Проще говоря, чип В котором будет имплементирована вот эта биометрическая информация А именно отпечатки пальцев И практически это все То есть она будет считываться Просто ради отпечатков пальцев вводить новое паспорто? Вы знаете, я думаю, что в этом есть все-таки необходимость Во-первых, если мы хотим, скажем так, приравняться к стандартам безопасности И стандартам идентификационных документов тех стран, которые мы хотим ездить без виз То, соответственно, мы должны привести эти стандарты в соответствие Это первый момент Второй момент Эксперты говорят о том, что таким образом паспорт становится более защищенным Потому что на сегодняшний день эксперты с ЕС, которые оценивали ситуацию в сфере безопасности документов Они осведомлены о том, что, к сожалению, в Украине есть случаи, когда, например, человек может достаточно легко поменять фамилию И, например, таким образом, скажем там, скрыть какое-то свое темное прошлое И вот этот момент биометрического идентификатора, он дает возможность, скажем, уменьшить вот эти риски и злоупотребление в сфере документов То есть не свести на нет, но, по крайней мере, уменьшить, да? Безусловно, мы не говорим о том, что эта проблема абсолютно решаема Всегда будут существовать какие-то очень большие умы, которые будут обходить и эти И попытки обойти Защитные механизмы Но, тем не менее, это уже более, скажем так, высокий прогресс по сравнению с тем, что есть на сегодняшний день Что до геометрии лица, мы знаем, что подобным способом идентификации пользуются в мире Когда просто по фотографии можно достаточно четко определить, является ли человек тем человеком, за которого себя выдает Даже если он пытается манипулировать системой, обходить какие-то запреты Какая-то дополнительная важная медицинская информация Есть ли смысл вводить ее в чип, если он уже все-таки существует? Вы знаете, на самом деле Украина, когда вела переговоры о том, какая именно информация должна быть внесена в этот чип То существуют основные базовые идентификаторы, которые, так скажем, должны сдавать все, без исключения Но, если вы хотите сделать свой паспорт еще более защищенным, существуют вспомогательные идентификаторы Тогда вы по собственному желанию сдаете дополнительные мочка уха или сетчатка глаза или овал лица Все, что угодно Вот таким образом это уже относится к вашему желанию Ну, это уже факультативно, да? Безусловно, да Если я для себя хочу в своем паспорте это иметь на какой-нибудь случае Европейский Союз для безвизового режима этих данных не требует Не требует, да Можем ли мы говорить о том, что если мы приводим наши документы, наши ID к некому международному стандарту Стоит ли понимать, что в Европе у людей есть биометрические паспорта, в которых указана, ну, по крайней мере, информация в электронном виде об отпечатках пальца? Очень хороший вопрос, потому что я знаю, что очень много существует манипуляций на тот счет, что люди говорят, вот, ЕС требует от нас, а у них у самих этого нет, да? Мы изучали этот вопрос, и я могу сказать, что в большинстве стран Европейского Союза биометрический идентификатор это требование и это норма Существуют определенные исключения, но, в принципе, по большому счету существуют стандарты так называемой организации ИКАО И они характерны для всего вот этого региона ЕС, Шенгена особенно, в том числе, да, куда мы так хотим ездить без виз Сам механизм безвизового въезда, каким образом планируется его внедрить, как он будет выглядеть для простого человека, который собирается в поездку Вдруг мы пришли к светлому будущему, когда мы ездим в Европу, в частности, в зону шенгенскую без виз Человек просто берет свой паспорт, новый с чипом, берет свой чемодан, отправляется в аэропорт, садится в собственный автомобиль и едет на границу Что происходит там? Да, безусловно, что нужно помнить, первое, что когда мы говорим о безвизовом режиме, человек должен понимать, что идет речь о возможности осуществить поездку исключительно на срок до 90 дней Это краткосрочное пребывание, оно не дает права автоматического, например, на трудоустройство или, скажем, на длительное обучение за границей Да, по большому счету, это действительно должно выглядеть так, что когда у вас есть возможность, необходимость, вы добрались до границы И далее, в принципе, никто не должен вас спрашивать, куда вы едете и зачем Но практика наша говорит о том, в частности, Молдовы, которые уже пользуются этим безвизовым режимом, что пограничники могут потребовать у вас дополнительных каких-то сопроводительных документов, которые бы подтверждали цель вашей поездки То есть окроме паспорта, да? Да, почему так? Потому что на сегодняшний день существует Border Code, то есть кодекс границ, который как бы существует отдельно И он дает право пограничникам, скажем так, осуществлять свою систему проверки тех, кто переходит границу По крайней мере, поинтересоваться, с какой целью вы выезжаете или въезжаете? Безусловно, поэтому мы тоже будем рекомендовать, чтобы все-таки какие-то документы у вас были, чтобы не случилось так, что вас завернули Но стоит ли понимать, что вот процедура хождения в посольство, собеседований, уплаты консульских сборов, сбор документов о том, что ты являешься гражданином Украины Что у тебя здесь есть недвижимость, у тебя есть достаточное количество денег на счету, и ты наверняка сюда вернешься, эта процедура должна отпасть Безусловно, в этом, так сказать, и является главный бонус, главная прелесть безвизового режима Но, кстати, что я хотела добавить, вот я уверена, что будут люди, особенно по каким-то религиозным убеждениям, например Которые не захотят иметь этот биометрический паспорт и скажут, что откажутся от этого Поэтому для них остается все-таки тот вариант, когда ты идешь в консульство и пользуешься все-таки теми механизмами упрощения, которые на сегодняшний день действуют, хоть и с проблемами Ну, а вот подобные мотивы отказа от биометрического паспорта, опять-таки, по каким-то религиозным соображениям Это же не говорит о том, что у человека в принципе нет паспорта В любом паспорте есть серийный номер, как минимум, есть какие-то данные списаны В чем проблема в том, чтобы получить просто паспорт нового поколения? Мне сложно отвечать за тех, у кого могут возникнуть какие-то определенные сомнения Но, безусловно, что у них будет паспорт, в общем-то, защищенный и тоже в соответствии со стандартами ИКАО Я хочу просто уточнить немножко, что тот паспорт, которым мы сейчас с вами пользуемся, заграничный, он тоже соответствует всем международным стандартам? Безусловно, но он не может служить вот тем, скажем так, разрешением, когда мы говорим о безвизовом решении Если все-таки говорить о неком едином, универсальном, хорошо защищенном идентификационном документе Стоит ли, возможно, в будущем задуматься Украине о том, чтобы отказаться от других идентификаторов Чтобы был у человека единый паспорт, который был бы и внутренним паспортом, который подтверждает гражданство И паспортом международным, с которым можно выехать за границу Ну, такой универсальный, возможно, ID, ну и, возможно, даже в каком-то более удобном формате Чтобы не нужно было его хранить в каком-то кулечке-пакетике, а просто в виде карты с чипом вложить в бумажник Вы сейчас очень четко, кратко и доступно охарактеризовали практически основной смысл реформы идентификационных документов Да, абсолютно к этому необходимо стремиться, потому что мир глобализации и высоких технологий Он, в общем-то, подталкивает нас к тому, чтобы документов не было много Он был один, но он действительно был универсальным На сегодняшний день практически эти граждане ЕС, о которых мы сегодня вспоминали, они как раз и пользуются Так называемые идентификационные карты, которые служат им и в качестве внутренних документов Да, конечно, да, поэтому я думаю, что мы тоже к этому должны прийти Но на сегодняшний день, поскольку у нас достаточно, я бы сказала, такая запущенная ситуация В сфере безопасности документов, я имею в виду, там, с одной стороны, нехватка ресурсов Человеческих для выдачи, для администрирования этими услугами С другой стороны, финансовой Хотя, по большому счету, опять же, независимые эксперты говорят, что При наличии, тем более, технической помощи со стороны ЕС Которая сейчас, кстати, и выделяется для того, чтобы помочь нам осуществить эти важные шаги То, в общем-то, это не должно стать проблемой В той системе, которую планируется ввести, можем ли говорить о том, что украинские пограничники готовы пропускать украинцев через границу благодаря новым документам, технологиям? Я думаю, что, скорее всего, именно это ведомство наиболее готово Потому что, когда мы говорим о задачах в сфере визовой либерализации То именно пограничная служба, она была достаточно уже готова к изменениям Еще, я бы сказала, два года тому назад Потому что они разрабатывали и применяли интегрированное управление границами И особенно наша западная граница достаточно и оснащена И, в общем-то, я бы даже сказала, эффективна Потому что очень много общих, скажем так, программ, операций Были осуществлены с европейскими партнерами В частности, с Фронтексом, например, или ИЮБАМ и так далее Поэтому я думаю, что они готовы Да, будут проблемы с восточной границей Но это понятно, очевидно, почему И правду сказать, что нам как-то не очень везет вообще с этой историей Безвизовым режимом Потому что, если еще год тому назад мы говорили, что Причиной такого постепенного движения прогресса является режим Януковича Так мы вот говорили, да То сегодня мы видим, что появились новые риски И эти риски уже, ну скажем так, могут принести дополнительные новые какие-то задачи И как мы с ними справимся, это тоже будет важно Конфликт на Востоке усложнит Украины прохождение экзамена на либерализацию визового режима? Боюсь, что да Насколько серьезно? И существуют ли какие-то компромиссы, какие-то варианты решения? Вы знаете, с одной стороны, могу сказать, что сегодня правительство делает действительно очень много Несмотря на сложную обстановку И по большому счету этот процесс визовой либерализации Он напрямую, скажем так, не связан Хотя, с другой стороны, если мы говорим об управлении границами То понятное дело, что... О безопасности, управлении, контроле над границами Скорее, скорее здесь это будет внутренний, скажем так Не внутренний риск, а скорее это риски для того Для самого ЕС Как настолько политически страны, члены Европейского Союза Будут готовы оценивать ситуацию, которая происходит в Украине по фактам А не по фобиям Потому что мы тоже с вами должны понимать, что информирование о том, что у нас происходит в стране Не всегда доходит грамотно и корректно в страны ЕС В частности, я знаю, что очень, скажем так, боятся эту ситуацию французы В Голландии, допустим, очень критически относятся к перспективам безвизового режима Украины То есть те страны, у которых очень сильны связи и контакты с Россией в первую очередь Ну, опять-таки, если речь идет о цивилизованных документах, о системе, которая не позволяет эти документы подделывать В высокой степени технологичности защиты этих документов То понимаем, что, возможно, некие элементы, которые захотят попасть на территорию Европейского Союза безвиза Они просто не будут иметь этих документов и граница для них будет, по сути, закрыта Да, более того, не стоит забывать, что Украина фактически 2008 года выполняет договор о реадмиссии Это как раз вот тоже в рамках визовой либерализации договор, который обязывает Украину возвращать тех нелегальных мигрантов Которые попали на территорию С третьей страны и прошли, например, территорию границы Украины Поэтому, можно сказать, на сегодняшний день ответственно, что этот договор о реадмиссии выполняется Украиной достаточно хорошо И эта оценка даже не моя, как независимый эксперт, а это оценка Европейского Союза Поэтому те, кто будет принимать решения, а это Европейская комиссия и Европейский парламент в первую очередь Они, конечно же, будут ориентироваться в первую очередь на вот эти технические критерии и нашу готовность Но не стоит забывать, что решения о безвизовом режиме будут принимать также и Советы Европейского Союза А это уже представители всех стран-членов Европейского Союза Как правило, это, скажем, главы Министерств внутренних дел, миграционных служб, главы правительств Которые по-другому немножко вообще смотрят на ситуацию Главное, что Украина находится в пути к либерализации визового режима с Европейским Союзом Будем надеяться, что мы идем по этому пути эффективно И эту эффективность есть куда повышать, мы над этим также будем работать Я благодарю вас за то, что сегодня были в гостях у БТБ в национальном интересе Сегодня мы говорили о перспективах либерализации визового режима с Европейским Союзом для украинцев Беседовали мы сегодня с нашей гостью В студии была руководитель общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко Меня же зовут Николай Матвеев Мы увидимся с вами на БТБ, будьте с нами